Привет! Ну вот вы и дождались долгожданного видео с обзором и историей моего боярского ПК. Встречайте! И как водится, начну я с клише. Суммарная стоимость этого компьютера превышает ценник в 150 тысяч рублей. Но чего же там такого на 150 тысяч рублей, спросите вы? А там? А там флагманская видеокарта GTX 1080, топовый процессор от Intel, водяное охлаждение и многое другое. Обо всем этом и многом другом я сейчас и расскажу. Полагаю, стоит начать с того, что я давно хотел собрать себе стильный и относительно недорогой производительный компьютер, который будет небольшой по габаритам и очень мощный. Ну а человек я занятой, учеба-работа, работа-учеба, времени абсолютно нет. Поэтому, чтобы не терять времени на сборку, я решил обратиться к знакомым профессионалам из Хайпер ПК. Кстати, они сделали для меня отдельную страницу с моим ПК на официальном сайте Хайпер ПК. Поэтому можете зайти и ознакомиться. Ссылки в описании. Ну так вот, продолжаем. Описав ребятам свои предпочтения, они сказали, что всё сделают в лучшем виде. Начали мы с самого главного для меня. Это внешний вид компьютера. Оговорюсь, что я сразу отказался от дизайна в чёрных тонах. Ибо это как-то тривиально, и к тому же мне хотелось чего-то свежего и светлого. Ребята из Хайпер, услышав мои пожелания, сразу же предложили мне очень компактный стильный корпус от Corsair. Для того, чтобы выдержать стиль в светлых тонах, при этом сохранить высокую производительность. Мы взяли материнскую плату. Готовьтесь, сейчас будет название. MSI Z170A Empower Gaming Titanium. Вот это названница. Одним словом, это отличная плата с прекрасными характеристиками и превосходным внешним видом. После монтажа платы ребята установили 32 гигабайта оперативной памяти от Corsair, которая имеет частоту 3000 МГц и красную светодиодную подсветку. Всё это отлично гармонирует с подсветкой на видеокарте. Следующим этапом сборки боярского ПК стал выбор центрального процессора. Процессор мне нужен такой, чтобы быстро обрабатывал 3D, при этом GTA 5 работала на ультра настройках в 60 кадрах при записи. С учётом всего вышеперечисленного, мне был предложен топовый 4-ядерный процессор Intel Core i7-6700K с водяным охлаждением от Corsair. Для молниеносной обработки графики и комфортной игры на 165 кадрах мы выбрали топовую на сегодняшний день видеокарту, а именно MSI GeForce GTX 1080. Для установки и хранения операционной системы и графического софта мы установили резкий как пуля дерзкий SSD диск от Corsair на 240 гигабайт. Для записи и загрузки всего остального мы взяли жёсткий диск на 2 терабайта. Ну а для того, чтобы запитать систему и подключить микроволновку, мы выбрали модульный блок питания Corsair RM850i. В итоге я получил высокопроизводительного зверя за вполне себе вменяемую сумму. Значит, компьютер я описал. Теперь немного истории о том, как он пришёл. Всё бы ничего. Но пришёл компьютер в гигантской деревянной коробке, весело которая овер дофига. Чего же там такого в коробке? Бронелисты? Спросите вы. Сейчас я вам всё покажу. Анбоксинг, так сказать. Открыли фиксаторы и теперь можно, собственно, открыть саму коробку и посмотреть, что здесь находится внутри. Так, аккуратненько. Есть. Дабы ничего не разбить, не сломать. Так, здесь, судя по всему, у нас коробочка от видеокарты, коробочка от материнской платы. Вот такая вот коробка от видеокарты MSI. Видеокарточка у нас. Документация. MSI материнская плата. Так, она тяжёлая. Здесь явно что-то есть ещё помимо самой коробки. Так, ну мы посмотрим, что там есть ещё чуть позже. А пока так. Положили так же сюда коврик. Это, видимо, водяное охлаждение у нас. H110I и блок питания модульный. Так, а здесь у нас в этой коробке, собственно говоря, сам компьютер лежит. Здесь у нас, видимо, документация на компьютер. Давайте посмотрим, что это за документы у нас. Так, открываем. И это у нас сертификат владельца. Вот такой вот сертификат. Если хотите поставить видео на паузу, прочитайте. Коробочка с материнской платой. Я её уже немножко открыл. Посмотрел, что здесь находится внутри. Zero Frozer. Это технология охлаждения. Пассивная технология охлаждения видеокарты. Так называется MSI. Так, здесь у нас майка от Hyper. Кстати, с логотипом канала моего. Нифига себе круто. Отложим её сюда. Да, и здесь у нас драйвера. Коробка от SSD. И вся необходимая ерунда в виде болтиков, шпунтиков и всего остального. Так, это у нас оперативная память была здесь. Да. И драйвера, в общем, здесь внизу находятся. И более ничего интересного. После всего осталось сделать только это. Если мы наберём 50 тысяч лайков, я выпущу видео с тестами моего нового хищника. Пишите в комментариях характеристики вашего ПК. Посмотрим, у кого какой комп. И если тебе понравилось видео в таком стиле, не забудь написать коммент, что мне понравилось, продолжая видео подобного плана. Кстати, более подробное описание моего зверя ты сможешь найти на сайте HyperPK. Заходи, изучай, ссылки в описании под видео. Но на этом всё. Не прощаюсь.